Основное здание и бассейны Новочебоксарского спорткомплекса уже второй месяц закрыты для спортсменов и посетителей. Там идет масштабная реконструкция. Из трех блоков школы Олимпийского резерва номер 3 тренировки продолжаются только в легкоатлетическом манеже. Как продвигаются работы и когда они закончатся, расскажут Татьяна Трофимова и Георгий Кривошейн. Только шум машин и техники. Одни камазовы возят старые стройматериалы, другие завозят новые. 12-этажное здание спорткомплекса разобрали как детский конструктор. Оно было построено еще к Олимпийским играм в Москве и 40 лет не ремонтировалось. Здесь функционировали 4 огромных зала. Современного пятиборья, борьбы, бокса, игровой зал. Сейчас их оборудуют по современным стандартам. Но сначала заново отстроят фасады из энергоэффективных панелей. Спорткомплекс – одно из самых крупных спортивных сооружений не только Новочебоксарска, но и всей Чувашии. Здесь готовят резерв республики по 8 видам спорта. Сейчас в школе числятся 20 членов сборной России, 100 – сборной Чувашской республики. Все они и еще тысячи спортсменов ждут, когда закончатся ремонтные работы. Перед нами стоит задача к концу этого года завершить реконструкцию этого объекта. Но в процессе реконструкции, как вы знаете, здание-то уже 40 лет, возникают определенные нюансы, скажем так, технические вопросы. Но пытаемся их решать вместе с подрядчиком. Если вот посмотреть в ту сторону, это у нас корпус В, там получается у нас пустотные плиты стали обваливаться. И сейчас мы заказали техническую экспертизу, по-моему, к концу недели она будет готова. И мы будем понимать, что нужно сделать, какие проблемы возникли. Известен спорткомплекс и своим 50-метровым бассейном. Такой большой, единственный в республике. Его построили в 2006 году, поэтому в ремонте не нуждается. Но обновляются все раздевалки и проходы к нему. Поэтому тренироваться там пловцы и триатлонисты пока не могут. А 25-метровый бассейн ремонтируют полностью. Он тоже закрыт. Спортсмены, лишенные возможности тренироваться как раньше, и их родители нервничают. К соревнованиям готовятся на так. Сейчас как раз начинаются соревновательные сезоны, когда они будут плавать, бегать, на велосипеде. Сезон начинается, и сейчас как раз то время, когда надо, так скажем, уже быть готовым к этому. А у нас как раз под сезон вот такие вот проблемы, с которыми мы никак не можем справиться. Все это временно и неудобно, чтобы жители понимали, да, мы в короткие сроки все хотим сделать. Потому что реконструкцию и одновременно вести здесь спортивные занятия, это невозможно. И сами понимаете, тут и пыль стоит, и грязь, и опасность. У остальных спортсменов тренировочный процесс существенно не менялся, говорят в администрации спортшколы. На данный момент у нас тренировочный процесс не прекращается. Спортсмены у нас тренируются согласно своих планов. По 8 видов спорта у нас идут такие, как это современная пятиборья, легкая атлетика, бокс, спортивная борьба. Все дети готовятся у нас к спортивным соревнованиям как российского уровня, так и международного уровня. Единственное, если у нас не работает бассейн, то у нас триатлонисты, у них сейчас в основном идут на улице, то есть на велосипедах, беговые виды. Так что у нас ничего в связи с реконструкцией не потерялось. Естественно, переехали все в Манеж, расстелили там, где можно было ковры для спортсменов борьбы. Триатлонисты на улице, легкотлеты сейчас на улице, готовятся к летнему сезону. Сейчас у нас у всех чемпионаты России, у некоторых уже идет подготовка к олимпийским видам, чтобы попасть на Олимпийские игры, то есть норматив выполнить. Все идет своим чередом, ничего у нас не поменялось, спортсмены готовы выступать. Ремонт в спорткомплексе по плану должен завершиться к концу этого года. После реконструкции здесь откроют медико-биологический восстановительный центр для спортсменов. Сделают второй центральный вход, чтобы разделить потоки посетителей. Появятся новые большие лифты для маломобильных людей. На все работы заложено более 270 миллионов рублей.